Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, абитуриенты, молодые ученые, слушатели информационных каналов Института Физики Казанского Федерального Университета в социальных сетях, вашему вниманию будет представлена научно-популярная лекция «Физика сложных систем. От простого к сложному». С лекцией выступит доцент кафедры вычислительной физики Казанского университета, кандидат физико-математических наук Демин Сергей Анатольевич. И в этой лекции я бы хотел поделиться своими размышлениями, представлениями, идеями, а также результатами, которые были получены на кафедре вычислительной физики в данной области. Обговорю сразу, что лекция ориентирована прежде всего на нынешних студентов, на будущих наших студентов, школьников, старшеклассников, абитуриентов, а также молодых ученых. И для того, чтобы первоначально сориентировать вас в структуре своего доклада, я бы хотел рассказать о таком уникальном направлении, как «Физика сложных систем», исходя из трех направлений. Во-первых, первое направление будет касаться эволюции наук о сложности и, в частности, физика сложных систем от исходного состояния до настоящего времени. Второе – это рассмотрение сложных систем изнутри. То есть я бы хотел обговорить, что сложные системы состоят из элементов, взаимодействия между элементами рассмотреть, а также рассмотреть те свойства, которые делают системы поистину сложными. Ну и, наконец, остановиться на тех методах, которые на данный момент используются для изучения природы, эволюции уникального мира сложных систем. Ну давайте перейдем к нашему докладу. В начале нашего доклада хотелось бы разобраться с термином, что такое система. И первое, что приходит нам в голову, когда мы говорим о термине «система», это, наверное, то, что система нечто единое целое, в которое включены элементы. Поэтому на наш слайд мы добавляем элементы, но здесь он некий такой абстрактный элемент. Если система будет достаточно простой, то таких элементов будет мало. Один-два. Такие системы, наверное, не будут представлять большой интереса для науки. Поэтому добавляем таких элементов еще больше. Чем больше, тем лучше. Кроме того, между элементами должны присутствовать взаимосвязи. Поэтому на наш слайд добавляем именно взаимосвязи. Далее объединяем все это в единое целое. Ну, получился некий такой детский слайд. Но, тем не менее, от души, как говорится, мы переходим уже, приходим к термину «система». Система – это множество элементов, связанных между собой в определенную целостность или единство. В принципе, когда я задаю вопрос студентам, что такое система, примерно к этому определению мы и со студентами приходим. Двигаемся дальше. Что же тогда такое сложная система? Ну, как мы уже сказали, наверное, система должна состоять из элементов. Таких элементов должно быть достаточно много. Они представлены абстрактным образом. Еще больше. Ну и между ними должны существовать взаимосвязи. Условно представлены в следующем виде. И таким образом, опираясь на предыдущий слайд, мы понимаем, что сложная система состоит из большого количества элементов взаимосвязи между этими элементами. Чем больше, тем лучше, тем будет она сложнее. Наверное, можно себя поздравить. Мы разобрались с тем, что такое сложная система, и прекращать лекцию. Но на самом деле мы лишь пришли к пониманию того, что сложная система – это масло масляное, исходя из того определения, которое было дано, или системная система. То есть мы можем поздравить себя. В нашей голове возникла некоторая путаница. Давайте двигаемся дальше тогда. Обратимся к истории науки. Выделим имена выдающихся ученых, идеи которых легли в основу физики сложных систем. Ну, конечно, все имена, всех ученых мы рассмотреть с вами не сможем, поэтому назовем наиболее ярких представителей. И, конечно же, первым, кто приходит к нам в голову – это выдающийся древнегреческий мыслитель, философ, это Аристотель. И поражает, конечно, количество работ, которые охватывают самые разные сферы человеческой жизни. А это IV век до нашей эры, по большому счету. Это и работы в области этики, работы в области политики, управления государством. Конечно же, работы в области естественных наук. Мне было интересно прочитать о том, чем он занимался биологией, и что он сделал для ботаники, по большому счету. Ну и, как я рассказываю студентам на концепциях современного естествознания, к примеру, то, что благодаря Аристотелю фактически возникла особая сфера человеческой деятельности, которую мы именуем наукой. И благодаря Аристотелю была проведена первичная классификация, то есть все науки были разделены на теоретические, практические, творческие. Это тоже действительно интересный момент. И вот здесь вот приведен один из афоризмов, одна из крылатых фраз, которые относят к Аристотелю. Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле. Чем мы с вами попытаемся заняться на данный момент. Но все работы Аристотеля мы рассматривать не будем. А перейдем к следующему слайду. И как и многие современники Аристотеля, древнегреческие мыслители, философы пытались найти первоисточники, первопричины всего сущего, то, что окружает человека. То есть погрузиться в мир тех сложных систем, которые окружают человека и понять причины, как же все возникло. И вот Аристотель по этому поводу выделяет четыре причины. Во-первых, первая причина – это материя, то из чего он говорил о том, что все вещи состоят из четырех субстанций. Ну, как вы видите, это вода, воздух, земля, огонь, а также пятая небесная субстанция – эфир. И то, что мы видим, это, соответственно, состоит из таких вот стихий. И в этом смысле достаточно интересным и мне было прочитать, и студентам нашим, о том, как выглядела космология Аристотеля, где он представлял, что в центре находится Земля, на сфере своей вращается, двигается, перемещается по концентрическому кругу, точнее, Луна, ну и дальше планета, известная на тот момент. На самой внешней сфере находились неподвижные звезды, которые состояли из эфира и которые вращались вместе с этой сферой. Следующая причина, которую называл Аристотель – это форма или то, что… Ну, согласно Аристотелю, все, что мы видим, имеет определенную форму, и форму придает, прежде всего, вещам, многочисленным вещам из однообразной материи Бог. Ну, соответственно, это следующая причина. Ну и, наконец, еще две причины. Это производящая причина, то из чего это выступало как некоторый атрибут времени, то есть момент существования любой вещи. Ну и началом всех опять считался на тот момент Бог. И следующая причина – это цель. У каждой вещи должна быть своя цель, и выше цели считалось благо. Ну, наверное, для настоящего поколения это является неким таким ориентиром, прежде всего. Таким образом, на тот момент мир сложных систем, ну, например, в трудах Аристотеля, а мы знаем, что если мы называем выдающегося ученого, то в его трудах аккумулируются идеи его современников, последователей, учеников, учителей. Мы видим вот такие вот причины, можно называть и других древнегреческих мыслителей. И как вскрикнул другой выдающийся древнегреческий мыслитель, который жил уже веком, ну, в следующем веке, это третий век до нашей эры, как вы понимаете, это Архимед, можно воскликнуть, Эврика. Мы докопались до сути, мы поняли, что такое сложные системы. Ну, и, наверное, можно опять же остановиться. Но в этом есть, конечно же, некоторая интрига. Давайте двигаемся дальше. И следующее имя, которое мы бы хотели с вами рассмотреть, озвучить, это, конечно же, имя выдающегося английского физика, выдающегося английского ученого Исаака Ньютона. На самом деле, не только Ньютона, не будем забывать и его современников, его предшественников, это и Тихо Брага, и Аганн Кеплер, и Николай Коперник, и Рене Декарт, и Галилео Галилей. Усилиями этих ученых была создана, как вы понимаете, механическая картина мира, или механистическая картина. И все, что окружало человека, мы могли рассматривать, исходя из законов механики. И перейдя к следующему слайду, не преуменьшая заслуг Исаака Ньютона в административной деятельности, мне было также интересно рассказать студентам о том, какие достижения были им получены на посту директора монетного двора Великобритании, насколько его работы были интересными для экономики того времени. На самом деле, мы не забываем, конечно же, и работы в самых разных областях физики. Это работы в области молекулярной механики или динамики молекулярной физики на данный момент. Это работы в области оптики. Вот здесь вы видите титульный лист трактата о свойствах света или просто оптика. Это и, конечно же, работы в области астрономии, закон всемирного тяготения, который, кого не спроси, из уроков физики очень хорошо помнит. Все это благодаря, конечно же, Исаака Ньютону. И вот здесь представлен, нас больше всего интересует, конечно же, его труд, который называется «Начало сокращенное» или «Математический начало натуральной философии». Вот здесь присутствует титульный лист. И опять же, давайте воспроизведем одну из фраз, относящиеся к Ньютону. «Гипотез не измышляю». Я думаю, многие из студентов, из школьников пользуются этой фразой. Ну, в принципе, теперь мы знаем, кто является автором данного изречения. Ну и, наверное, раз мы говорим о том, что усилиями Исаака Ньютона была создана механистическая картина, мы можем сказать, что в природе, в эволюцию, в свойства сложных систем заложена именно механика. И задать себе вопрос, наверное, механика всему голова. Но, опять же, некая интрига. И здесь нам на помощь приходит, или, точнее, решил испортить немножко этот слайд, следующий персонаж – это Альберт Эйнштейн. Его имя мы также называем. По большому счету, когда я рассказываю на дисциплинах, например, о истории науки, я, конечно, как раз и называю третьих имени. Почему? Потому что к ним относятся научные революции. Это Аристотельская, Ньютоновская научная революция и Эйнштейнская. И давайте обратимся к Альберту Эйнштейну, зададим ему вопрос. Эйнштейн, помоги нам разобраться в том, что такое сложные системы, какими свойствами они обладают. И здесь некий такой иронический слайд, относящийся к Альберту Эйнштейну, на самом деле не для того, чтобы преуменьшить его заслуги, а мы знаем его выдающиеся ключевые работы, которые на самом деле сформировали современные наши представления о пространстве и времени. Это и работы в области специальной теории относительности, релятивистские эффекты. Это работы в области общей теории относительности, работы в области квантовой механики. Например, здесь представлена, им была построена частично, представлена своя теория Броунского движения в том числе. Ну и здесь вот такая ироническая картинка, я хотел показать, что наблюдаются эффекты, связанные с тяготением. И такая картинка достаточно интересной оказалась, вместо той, которая обычно приводит с его языком, да, Альберта Эйнштейна. И опять же приведем одну из крылатых фраз, которые относят к Альберту Эйнштейну. У меня нет какого-то особенного таланта, я просто любознательный. Но это на заметку нашим будущим абитуриентам, студентам. Пользуясь этой формулой, мы можем, наверное, с вами стать такими выдающимися гениями, как Альберт Эйнштейн. И повторюсь, что благодаря работам Эйнштейна мы познали и многие объекты микромира, и многие объекты мегамира. И по большому счету, опираясь на его работы, наверное, мы тоже можем говорить о том, что его заслуги есть, присутствуют в познании сложных систем. Но современная наука, мы двигаемся дальше, имен здесь достаточно много. Но давайте все-таки, наверное, остановимся. И здесь я показываю, что стоп, достаточно, да, переходим уже к наиболее ярким событиям, которые характеризуют современную науку. А в современной науке при изучении окружающего человека, окружающего мира, мира сложных систем, мы с вами используем системный подход. В изучении материи, во-первых, неживой природы, и двигаемся мы с вами от Вселенной к субэлементарному уровню, ну, точнее, самого простого, да, не простого с точки зрения физики, а он на самом деле является, наверное, одним из наиболее сложных уровней физики, а с простого с точки зрения, наверное, обывателя или научно-популярной лекции, и двигаемся от субэлементарного уровня к познанию Вселенной. Все, на самом деле, то, что здесь представлено, это так или иначе относится к миру сложных систем. То же самое мы наблюдаем и в случае живой природы, и мы двигаемся либо от молекулярно-генетического уровня к биосферному, либо в обратном направлении. И все, что здесь представлено, опять же, относится к миру сложных систем. И когда я привожу, и в дальнейшем этот пример будет, привожу пример, касаемый сложных систем, я всегда, прежде всего, называю такую систему, как головной мозг человека, как венца живой природы. Ну, сложнее, наверное, выдумать пока невозможно. И сейчас ученые пытаются разгадать загадки головного мозга для того, чтобы создать искусственный интеллект. Но по большому счету, все, что здесь представлено, все является сложными системами. И живая природа априори является более сложной. Причину мы также позднее поймем, назовем, в отличие от неживой природы. Итак, двигаемся дальше. Мы пришли к пониманию того, что, наверное, тогда, если опираемся на предыдущие слайды, которые я показал, что абсолютной элементарности не существует. Все, что нас окружает, сложное. И возвращаемся к первоначальному слайду, который был представлен. То, что система, сложная система, то определение, которое мы дали. Действительно, мы будем правы. Все, что окружает нас, это все сложные системы. Но чем больше элементов, чем больше взаимодействий присутствует между элементами, тем более сложной является такая система. Обратимся, двигаемся дальше. И обратимся к современному этапу. Да, наука о сложности, физике сложных систем. И здесь, конечно же, наиболее ярким событием является присуждение Нобелевской премии по физике. В 2021 году трём учёным. Это Клаус Хассельман, Джорджио, или Джорджио, или Джорджио Паризи, это Сюкюру Манабе, которые получили свою Нобелевскую премию за фундаментальный вклад в наше понимание сложных физических систем. На самом деле, работы этих учёных, о них я немножко позднее вам ещё более детально расскажу, как-никак, это Нобелевская премия по физике в области физики сложных систем, имели колоссальное мировоззренческое, прежде всего, значение. И, ну, с точки зрения людей, которые занимаются сложными системами, физикой сложных систем, имели некую подпитку, официальное утверждение того, что то, чем мы занимаемся, это действительно наука, и люди, которые занимаются такой наукой, могут получить Нобелевскую премию. А получена она была вот за что. Во-первых, климатологи Клаус Хассельман и Сюкюру Манабе получили премию за свою часть премии за моделирование физики климата Земли, математическое описание изменчивых систем и точное предсказание глобального потепления. И здесь мне достаточно интересно было прочитать биографию всех учёных, и когда к Сюкюру Манабе обратились как раз, как он считает, почему именно ему была присуждена Нобелевская премия, он высказал следующую фразу. Они, имеется в виду мир науки, Нобелевский комитет, намного более сложные системы, чем те, которые мы рассматриваем. А с точки зрения Нобелевского комитета, почему именно большой интерес представлял погодные условия, представлял климат Земли, потому что усилиями Хассельмана, Сюкюру Манабе по большому счёту решался вопрос, влияет, ну, один из глобальных вопросов, это стоящих перед вызовом, стоящих перед человечеством, существует ли глобальное потепление, можно ли описывать его математически, и от чего зависит глобальное потепление. Ну, в условиях современного мира, как вы понимаете, эта проблема не может не волновать всех людей. И свою треть Нобелевской премии физик-теоретик Джорджо Порези получил за открытие взаимосвязей в хаосе и флуктуации в физических системах от атомарных до планетарных масштабов. Вот это бы я попросил вас запомнить, потому что я считаю, что это очень удачная формулировка. Усилиями этих трёх людей по большому счёту были приведены примеры, что можно отнести и к сложным системам. На самом деле это тоже одна из наиболее сложных систем. Это климат Земли, а также те системы, которые рассматривал физик-теоретик Джорджо Порези, а это спиновые стёкла. И вот здесь, кстати, представлена картинка, но чуть подробнее я об этом расскажу на следующих слайдах. И говоря о климате и проблеме глобального потепления, но тут непосредственно о климате, погодных условиях, мы называем имена и других учёных. Я бы хотел остановиться и немножко рассказать об Эдварде Лоренце, усилиями которого была создана в своё время теория хаоса, или на данный момент она называется теория динамического хаоса. И тот эффект, который, в принципе, часто ассоциируется с работами Эдварда Лоренца, эффект бабочки, как мы его называем. А всё началось с далёкого 1814 года, когда французский математик Пьер Симон Лаплас выдвинул предположение о том, что существует некое мифологическое существо, которое впоследствии получило название демон Максвелла. А в чём и была его идея? Кстати, Лаплас предложил фактически мысленный эксперимент, и когда мы опять рассказываем студентам о достижениях в области физики и естественных наук, мы очень часто обращаемся к мысленным экспериментам. Например, объяснить многое, ну не специалистам, так скажем, не физикам, многое из теории относительности, а именно общей теории относительности, безмысленного эксперимента Лифта Эйнштейна или основы квантовой механики без известного кота Шрёдингера, наверное, было бы достаточно сложно. Так вот, чем увлекался или занимался этот демон, чем он прославился? А он знал расположение, положение, скорость всех частиц во Вселенной, владел всеми физическими законами, ну на тот момент это механика и другие законы, которые были известны. Ну и, соответственно, он мог, наверное, предсказать настоящее, будущее, прошлое любой частицы во Вселенной, ну и на самом деле определить всё, что происходит вокруг человека. И была построена детерминистическая теория, то есть определённая теория, мы могли всё определить, ну, конечно же, прежде всего это опираясь на успех работы Исаака Ньютона и его учеников на тот момент, но приходит квантовая механика, приходит принцип неопределённости Гейзенберга, и мы понимаем, наверное, что такой демон существовать не может. И теперь давайте вернёмся к Эдварду Лоренцу. В 1960 году, кстати, он является разработчиком, одним из первых разработчиков компьютерных моделей погодных условий на Земле, и в 1960 году он собрал все переменные, которые отвечали за погодные условия, а как мы знаем, она очень изменчива, как вы понимаете, в 12 уравнений, ну, среди погодных таких фактов, то есть среди переменных мы можем назвать с вами относительную влажность, скорость ветра, температуру, давление, и фактически вот 12 уравнениями он описывал некую искусственную погоду. Студенты, преподаватели потирали руки и сделали ставки на то, сможет ли модель Эдварда Лоренца спрогнозировать то, что происходит за окном. Ну, происходило всё это достаточно сложно, малопредсказуемо, но тем не менее существовала некая дотерминистическая модель, мы вносили текущие данные и получали, согласно уравнениям, последующие данные. И остановиться бы на этом, да, но в 1961 году Эдвард Лоренц решил немножко поэкспериментировать. Он взял срединные значения своего графика, запустил в свою модель и ушёл обедать, предполагая, что первоначальный график будет повторён. Но на самом деле оказалось, что придя, он увидел, что два графика не совпадают в концах, да, и его ученики стали разбираться в том, почему это произошло. И вот здесь как раз представлен такой некий символический график, где вы видите шесть знаков после запятой и три знака после запятой. И когда мы проверяем какие-то работы, мы всегда ругаемся и говорим, что в физике очень наибольшее значение имеет, наверное, только два знака. А вот тот самый случай, когда эти цифры после запятой имели значение. Сам Эдвард Лоренц вносил в машину то, что было на бумаге, с точностью до третьего знака. Сама машина в памяти своей хранила значение параметров до шестого знака. В итоге оказалось, что детерминистическая модель, которая была первоначально воссоздана, она оказалась крайне изменчивой. И описывая этот момент, очень удачным оказалось заимствование фразы из романа, точнее рассказа американского фантаста Рея Брэдбери, «Игрянул гром», который мы, в принципе, тоже, наверное, знаем и читали. И там присутствует такая фраза, и посыпались малые костяшки, ну или доминошки, затем более крупные костяшки, большие костяшки, и соединено все это в единую цепь, которую мы называем время. И Эдвард Лоренц предположил, что, наверное, взмах крыльев чайки, как с его слов, может привести к изменению погодных условий. Но впоследствии был найден более удачный пример того, что взмах крыльев в Бразилии, бабочки, может привести к урагану в штате Техас. И таким образом с Эдвардом Лоренцом связали такое понятие, как эффект бабочки. Но на самом деле эффект бабочки не только с этим связан. Всегда, когда мы рассматриваем теорию хаоса, мы видим первоначально некую такую фигуру, которая называется странным аттрактором или аттрактором Лоренца. Рассматривая достаточно простую механическую модель, водяное колесо Лоренца, в которое сверху на колесе присутствовали ведра, сверху заливалась вода, в ведрах присутствовали отверстия, из которых вода выливалась. Соответственно, были записаны три уравнения. Вращение происходило в одну сторону и в другую сторону. Колесо останавливалось, двигалось за счет вот таких потоков. И когда это все было представлено в фазовом пространстве, мы как раз и получили следующий аттрактор, который представляется именно таким образом. То есть ошибочно считают, что этот аттрактор относится к первоначальной модели погодных условий. И, соответственно, это все-таки механическая модель Лоренца. Ну и, как вы видите, очень напоминает крылья бабочки. И здесь еще мы видим подкрепление эффекта бабочки, который относится к Лоренцу. Для чего я вам так подробно об этом рассказываю? То есть, по большому счету, мы уже на тот момент пришли к пониманию того, что, наверное, погоду предсказывать невозможно. Ну и сейчас мы видим, ну, достаточно много ошибок в этом направлении присутствует. Ну, давайте все-таки двигаемся дальше. Пройдемся по нашим Нобелевским лауреатам и докажем, покажем, что все-таки ум человека справляется с такими сложными задачами. Секюро Монабе в 1960-е годы руководил разработкой первых компьютерных физических моделей климата. Его модели рассматривали конвекцию воздушных масс и тепловой вклад в глобальное круговорота воды. На тот момент машины не позволяли рассматривать какие-то трехмерные модели. Вот тот самый случай, когда мы приходим и пользуемся человеческими благами, а именно информационными ресурсами, вычислительной техники на данный момент. И расчет даже одномерной модели, которая представлена на данном слайде, но более детально я ее, наверное, рассказывать не буду. В принципе, понятно, что падает свет от Солнца. Часть в виде красного теплового излучения отражается от Земли, поглощается атмосфера, отражается от атмосферы, выходит в космос, круговорот воды, конвекция воздушных масс. То есть даже на тот момент одномерная модель, а это некий вертикальный столб, в котором рассматривались перемещения воздушных масс, это 40 километров, ну, рассчитывались несколько сотен рабочих часов. И вот здесь я хотел бы привести следующие уже работы Манабе, где он представил трехмерную модель. И самое главное, что интересовало, наверное, Нобелевский комитет прежде всего, да, влияет ли концентрация того или иного газа на повышение температуры или снижение температуры за счет конвекции воздушных масс. И оказалось, по данному графику, если проанализировать, что увеличение или уменьшение концентрации углекислого газа приводит к увеличению, ну, согласно расчетам Манабе, на 2,3-2,28, в зависимости от концентрации. Сейчас концентрация углекислого газа составляет около 400-450, и здесь вы видите графики для самых разных концентраций. Если будет интересно, более подробно я уже расскажу. Следующий ученый – это Хассельман, который в 70-80-е годы представляет новый способ описания связи между погодой и климатом. Рассматривая погоду и климат, Хассельман предлагает использовать стахастические модели, статистические методы, и он приводит такую аналогию. Давайте представим себе, что климат – это хозяин, и у него на поводке бегает любопытная собака, которая бросается под ноги, перемещается. И вот собаку мы можем ассоциировать с погодой, а хозяина, соответственно, с климатом. Но тем не менее, ну, наверное, как двигается собака, очень сложно представить себе. Но тем не менее, мы можем отследить ее перемещение, и опираясь на перемещение собаки, можем уже понять характер движения, перемещения, остановки самого хозяина, то есть климата. И вот с точки зрения, опять же, наиболее интересного, в работах Хассельмана мы можем отметить, что он выделяет какие-то крупные события, ну, например, извержение вулканов. Вот здесь они представлены штриховыми линиями, их название тоже представлено. С 1900 года по 2000 год он выбрал такой период, и рассмотрел, как же влияет в качестве одного из ключевых показателей использовалось опять изменение концентрации углекислого газа, который, опять же, наиболее интересовал с точки зрения глобального потепления. И он получил, что, в принципе, есть экспериментальная какая-то зависимость, и если мы учитываем с вами вот эти вот природные катаклизмы, которые произошли, действительно, в эти моменты происходит значительное увеличение углекислого газа. Это он назвал климатическими отпечатками пальцев. Очень интересное такое название. То есть это относилось к землетрясениям, прежде всего. Но, наверное, какие-то катаклизмы, цепа ураганов мы тоже можем отнести. Если бы такие данные присутствовали у Хассельмана, я думаю, он бы тоже провел расчеты. Но еще один интересный результат, то, что, кроме всего природных факторов, он еще включил в свою модель энтропогенный фактор и показал, что именно вот эта сумма наиболее максимально соответствует, в наибольшей степени соответствует экспериментальной зависимости. Ну, то есть он показал и указал на то, что действительно увеличение углекислого газа – это не только заслуга самой природы, но и, наверное, творение, в том числе, и со стороны человека. Двигаемся дальше. Физическая или теоретическая часть Нобелевской премии относится к Джорджу Парези. Опираясь на, ну, конечно, необходимо рассказать о том, что развитие статистической механики – это работы Максвейла, Больцмана, Гипса – во многом способствовали исследованию сложных неупорядоченных систем. И в 80-е годы Парези предлагает новый способ математического описания неупорядоченных систем. Благодаря этим способам, благодаря статистическим методам, он рассматривает физические свойства таких интересных веществ, как спиновые стекла. Для того, чтобы вы поняли, что такое спиновые стекла, я немножко расскажу об этом. Это разбавленные магнитные сплавы, когда в немагнитные вещества добавляются магнитные примеси. Ну, например, железо, медь. Или, например, если мы к золоту добавим железо, то тоже получаем спиновое стекло. А с точки зрения физики, в чем был интерес? Здесь присутствует у нас спин-спиновое взаимодействие. И, как вы помните, спин – это собственный момент элементарной частицы. И в случае спиновых стекол, вот это спиновое взаимодействие, эти спины, они ориентированы самым разным образом. То есть это называется замороженный беспорядок. Почему такое название? Потому что этот беспорядок, который установился, он слабо меняется с течением времени. Здесь конкурируют между собой феромагнитные свойства, антиферомагнитные свойства. Ну, я надеюсь, вы помните, что такое феромагнетики и антиферомагнетики. И вот здесь условно представлено, что воздействие магнитного поля приводит к появлению такого замороженного беспорядка. Ну, или очень интересное словосочетание. Опять фрустрация спинов. То есть хочу, но не могу. Хочу изменить свое направление согласно внешнему магнитному полю навстречу, либо от него, но не могу. И по большому счету усилиями вот этих ученых, которые были перечислены и было создано в свое время, было создано такое уникальное направление, как науки о сложности, и в частности физика сложных систем. И вот здесь я пишу, что идея Паризи, ну, на самом деле и других Нобелевских лауреатов, и других ученых, работающих в этой области. И напоминаю о том, что почему я остановился именно на Паризи. Очень удачная формулировка со стороны Нобелевского комитета относится именно к нему. То есть за исследование роли хаоса, флуктуации от атомарных систем до систем планетарного масштаба. И здесь я привожу, в чем интерес. То есть, повторюсь, что усилиями этих ученых и многих других ученых было создано уникальное направление, которое мы сейчас именуем как физика сложных систем. Переходим дальше. Что же у нас получилось в сухом остатке? Вот это мы вспоминаем наш начальный слайд, то, как мы обозначали систему, вспоминаем, как мы обозначили системную систему или сложную систему. И теперь мы действительно с вами понимаем, что сложные системы содержат огромное бесконечное число компонентов, взаимодействующих между собой. И вот те уникальные связи, те уникальные свойства, которые появляются в сложной системе, они возникают в результате как раз большого количества элементов и взаимодействия между ними. И более подробно, как я уже сказал, в следующем направлении мы с вами рассмотрим, чуть дальше мы рассмотрим с вами свойства сложных систем. Исходя из свойств сложных систем, мы перейдем к динамике, природе сложных систем, поймем эволюцию сложных систем. И, наконец, необходимо сказать, что когда мы говорим о сложных системах, необходимо учитывать и окружающую среду, которая влияет на сложную систему. Во всем этом нам помогают науки о сложности. Двигаемся дальше. Когда мы говорим о науках о сложности, наверное, трудно себе представить, как же все это собрать в единое целое. И здесь мне кажется наиболее удачным представление Брайана Костелани и Лесси Геррита. Это доктора и PHD в области социологических наук. Соответственно, они представляют это в виде следующей схемы. Каждый год эта схема обновляется, дополняется. Она находится в открытом доступе. Ну и чуть позднее я еще об этом расскажу. То есть имена вот этих ученых я представил уже. И согласно им науке о сложности включает в себя прежде всего пять крупных направлений, которые получили свое развитие до настоящего момента. И следующие круги, овалы, которые здесь представлены, это те ключевые наименования, которые соответствуют той или иной области. А также здесь присутствуют имена ученых, которые стояли у стоков той или иной научной школы. А какими же являются данные направления? Это теория динамических систем, общая теория систем, кибернетика, теория сложных систем и искусственный интеллект. Ну и, соответственно, двигаясь по каждому направлению, мы получаем представление. Почему мне кажется, такая схема очень неудачной? Сейчас уже эти ученые подключили гиперссылки к своей схеме. На самом деле мы можем нажать на каждое из наименований, перейти, например, на страницы в Википедии, для того, чтобы познакомиться с какими-то учеными или с какими-то именами. Двигаемся дальше. Переходим к следующему направлению, которое я озвучил. Это свойства сложных систем. Анализируя научные работы, мы можем увидеть самые разнообразные свойства, которые соответствуют сложным системам. Давайте укрупним их и назовем только какие-то основные свойства. В самом определении сложной системы присутствует термин «сложность». Сложность выражает состояние множества элементов в системе, многочисленные формы отношений между элементами. И первоначально здесь можно выделить работу Орена Уивера. Это 50-е годы XX века, где он первоначально разделяет сложность на неупорядоченную и упорядоченную сложность. Под неупорядоченной сложностью, которую мы можем изучать при помощи вероятностных статистических методов. Он понимает, например, движение атомов или молекул газа в сосуде. Под упорядоченной сложностью он понимает, например, взаимодействие живых организмов, людей в каком-то жилом комплексе. И здесь мы можем с вами использовать компьютерное моделирование, симуляции. Двигаемся дальше. По большому счету, какого-то общего определения, ну, наверное, так же, как и для информации, для хаоса, в научных работах мы не встретим. Чаще всего сложность, она поясняется на каких-то примерах. Поэтому, переходя дальше, я тут называю лишь некоторые виды сложности. Это социальная сложность, физиологическая сложность, колмогоровская сложность и так далее. На самом деле, таких примеров значительно больше. Например, в теории информации под сложностью понимается величина того сообщения, которое понятно для компьютера. Физиологическая сложность, и мне, как человеку специализирующему в этой области, тоже было интересно почитать такие работы. Это те перемены, которые мы можем описать, например, систему жизнедеятельности, их количество, количество взаимосвязей между этими переменами, стахастические, регулярные вклады. Все это вносит свой вклад в физиологическую сложность. Двигаемся дальше. Следующее, это у нас динамические сети. Мы сказали, что в сложных системах существует взаимодействие между элементами, но, наверное, все взаимодействия учитывать нет необходимости. И таким образом ученые рассматривают, как правило, динамические сети, а это система активных элементов или агентов, взаимодействующих между собой посредством связей. И здесь интерес представляет топология сетей. Это сети, которые могут присутствовать внутри системы, между элементами, как это наблюдается, например, между отдельными областями коры головного мозга, или, например, между реагентами для автоколебательных реакций, в случае реакции Белоусова-Жаботинского. Это сети между системами, например, взаимодействие людей в человеческом сообществе. Это теплоэлектростанции или просто электростанции. И основная идея ученых в этой части заключается в том, что мы рассматриваем только какие-то ключевые элементы, которые называем агентами, и отслеживаем на их примере взаимодействие между этими элементами. Следующее очень интересное свойство, которое присуще сложным системам, это память и корреляции. Когда мы говорим о корреляциях, прежде всего необходимо вспомнить имя Джорджа Кювье, который в XVIII веке предлагает нам первичный закон корреляции. Опираясь на останки живого организма, мы можем с вами восстановить весь живой организм. Чем не корреляция, чем не взаимосвязь? Корреляции в статистике появились благодаря усилиям Фрэнсиса Гальтона. Он ввел первичное представление коэффициента корреляции, по большому счету, а сейчас мы уже вооружены очень многими методами, которые позволяют нам изучать корреляции. Среди которых можем выделить корреляционный анализ, регрессионный анализ, который сейчас приобретает особую популярность, благодаря методу машинного обучения, прежде всего, и реализации регрессионного анализа на вычислительной технике. Двигаемся дальше. Дальше. Память. Здесь, с точки зрения статистической физики, я бы хотел сказать, не просто память, а статистическая, наверное, память. Честно говоря, здесь представлена на слайде теория марковских, немарковских процессов. И с точки зрения физики нельзя отождествлять марковские, немарковские процессы с процессами с долговременной памятью или с короткой памятью. Но, тем не менее, для упрощения, для научно-популярного стиля я все-таки расскажу именно о марковских, немарковских процессах. Что такое марковский процесс? В 1906 году наш соотечественник Андрей Андреевич Марков в труде, это ученый записки физико-математического сообщества Казанского университета, выдвинул, ну, в виде тезиса, выдвинул, там, небольшая работа на две страницы, выдвинул уникальное свойство марковского процесса, марковское свойство. А именно то, что будущее зависит только от настоящего, но не зависит от прошлого. Чисто марковский, ну, или идеально марковский процесс, это следующий процесс. Ну, в теории вероятности есть у нас орел-решка, соответственно, в данный момент был орел, мы отмечаем это значение, подбрасываем монетку, и следующее значение мы отвечаем. Например, если орел, двигаемся вправо на один шаг, если орешка, то двигаемся на один шаг в левом направлении. И вот подобные идеи Маркова послужили основой для создания теории случайных процессов Калмагоровым, Хинчином, и в дальнейшем использовались для изучения технических систем, построения теории массового обслуживания или очередей, теории диффузионных процессов, теории надежности, ну, или примеры, если привести, да, наиболее простые. В области физики это радиоактивные реакции, да, описываются при помощи марковских процессов, в химии вероятностные модели химической кинетики выстраиваются таким образом, в живой природе, например, модели рождения, гибели живых организмов описываются при помощи марковских процессов. А с точки зрения памяти, ну, будем, в данном случае можно сказать, что марковский процесс содержит крайне короткую память. В идеальном случае это значение параметров в данный момент времени определяется значением на один шаг назад, или значение в будущем определяется значением в настоящий момент времени. Изучая сложные системы, ученые все-таки пришли к пониманию того, что эволюция природы сложных систем, она за счет вот этого взаимодействия между элементами обладает статистической памятью. И ранее те теории, которые были описаны при помощи марковских процессов, например, Башелье или Норберт Винер построили на основе теории марковских процессов, построили объяснение Броуновского, теорию Броуновского движения или теории диффузии. На данный момент мы уже описываем эти процессы тоже как процессы с памятью. Но из области физики процессы с памятью это теплопроводность, тепловое излучение и так далее. И здесь меня удачно показала следующая картинка. Это скрепка, сделанная из нитинола, сплав никеля и титана. Этот материал обладает, вернее, этот сплав обладает свойством памяти формы. То есть здесь показывается, за какое время, соответственно, скрепка без каких-то внешних воздействий возвращается в свое исходное состояние. То есть система имеет историю. В этом смысле, в научно-популярном значении мы понимаем, что такое память. Открытость. Трактовать здесь очень подробно я не буду. С точки зрения открытости, а точнее изолированности, по большому счету мы изучаем молекулярную физику, равновесная термодинамика, строится на изолированных системах. Имеется система, имеется некая условная граница, отделяющая ее от окружающей среды. И в течение времени система, предоставленная в таких условиях сама себе, переходит в состояние термодинамического равновесия. И на самом деле некие такие идеализированные системы как раз изучаются в равновесной термодинамике, в молекулярной физике. Но с точки зрения сложных систем, представляет интерес система неизолированная, которая активно обменивается веществом, энергией, информацией. И здесь мы приходим с вами к новым разделам физики, а именно неравновесной термодинамики, новым направлениям, междисциплинарным. Это к ним относится синергетика. Двигаемся дальше. Немножко о нелинейности я уже вам рассказывал, когда повествовала теория хаоса, о работах Эдварда Лоренца в том числе. Ну, хотелось бы сказать, что, например, погодные условия, климат Земли, они характеризуются как раз погодные условия или климат Земли относятся к нелинейным системам. Да и чаще всего, когда мы рассматриваем взаимодействие между элементами, они имеют нелинейный характер. Такие системы обладают крайней чувствительностью к внешним воздействиям. Вспоминаем взмах крыльев бабочки, нелинейные взаимодействия, фрактальное поведение. Ну, подробно о фракталах, наверное, рассказывать нет смысла. Одно из ключевых свойств фракталов – это самоподобие. И на самом деле фракталы называют структурами, которые образованы на основе хаоса. То есть некая такая удивительная взаимосвязь присутствует, и с хаоса рождается самоподобная структура. Ну и, наконец, такие системы обладают трудно предсказуемым поведением. Следующее свойство, которое относится к сложным системам – это самоорганизация, критические переходы. И здесь мы с вами должны вспомнить, прежде всего, работы Ильи Романовича Пригожина, когда его группа воссоздает автоколебательные реакции и изучает их активно, и получает брюсселятор в честь города Брюссель. В дальнейшем подобные автоколебательные реакции были открыты в большом числе. Например, автоколебательные реакции Белоусова-Жабатинского, и здесь представлены химические реагенты. Ну и, наконец, это работы немецкого ученого Германа Хакена. По большому счету, его усилиями была воссоздана такая теория, как теория самоорганизации, образование пространственных, временных, пространственно-временных структур, которые мы сейчас называем синергетикой. Но, опять же, рассказывая студентам о синергетике, я хотел бы сказать, что на данный момент, как термин синергетика, мы чаще всего слышим, наверное, в экономике, в гуманитарных науках, но постепенно уже этот термин в естественных науках перестает использоваться. Но, тем не менее, синергетика имела очень важное значение для становления многих других теорий в области физики сложных систем. И как раз пространственные самоорганизующиеся структуры – это, например, ячейки бинара, это лазерные излучения, мы относим к пространственным структурам. К временным структурам – химические часы, типа Белоусова-Жебатинского, где окраска меняется с течением времени. Пространственные временные структуры – это те удивительные структуры, которые образуются в случае автоколебательных реакций. Но, опять же, на самом деле, по синергетике можно читать целый курс лекций. Двигаемся дальше. Критические переходы интересны с точки зрения вот какой. В этом случае плавно эволюционирующая система приходит за счет флуктуации в некую точку бифуркации. Почему такое название – бифуркация, двойственное поведение? И как вести себя дальше уже определяет, как говорится, воля случая в данном моменте. Такими процессами занимается теория бифуркации, теория устойчивости, очень популярная, например, для изучения технических систем, теория катастроф, к которой мы относим, например, природные катаклизмы, цунами, уединенные волны, землетрясения, теория тракторов, теория фракталов. Причем подобные примеры рассматриваются как в живой, так и неживой природе. И вот здесь представлен один из таких фракталов – это снежинка Коха. Когда я многократно повторяю какое-то правило, здесь геометрический фрактал, мы получаем удивительную структуру. То есть с одной стороны порядок, с другой стороны некий хаос. И значит, от тракта Лоренца о нем мы уже с вами получили представление. Чем же интересны, например, данные направления? Теория катастроф или теория, например, солитонов, например, для изучения природных катаклизмов. То есть, опять же, когда я рассказываю студентам об, например, землетрясениях, необходимо прежде всего понять причину землетрясения с точки зрения, например, физики. И это можно описывать при помощи теории катастроф. Внезапная остановка сердца, которая произошла у человека, тоже может быть описана при помощи теории катастроф. Следующее свойство – это адаптивность и обратные связи. Когда мы говорим об адаптации, в нашем представлении это подстройка под что-то. Но сложная система способна адаптироваться к изменениям и учиться на собственном опыте. Чаще всего адаптируются, конечно, в наилучшем случае – это живые организмы, социоэкономические какие-то системы. И рассмотрение происходит за счет либо моделирования поведения отдельных агентов, либо изучение свойств самих сложных систем, например, в реакции на какие-то внешние воздействия. Когда мы говорим о прямой и обратной связи, мы с вами должны затронуть и кибернетику, о которой мы с вами еще сегодня поговорим. И отправной точкой для возникновения кибернетики относится работа Норберта Винера в 1948 году. И здесь вот пересечение кибернетики с другими науками представлено, которое произошло в разные годы. Следующее свойство – часто мы слышим незнакомое словосочетание, или точнее слово, как эмерджентность, или эмерджентные свойства сложной системы. И здесь мне показалась очень удачной вот такая башня эмерджентности, где представлен первый уровень, состоящий из элементарных частиц, атом, молекула, белок, органелла, клетка и так далее, животное. И эмерджентность, мы понимаем, что каждый уровень состоит из совокупности единиц предыдущего, но при этом каждый уровень, последующий уровень, больше, чем простая сумма элементов предыдущего уровня. А если еще проще объяснить, то свойства сложной системы не есть простая сумма свойств, элементов, которые образуют сложную систему. И вот здесь, ну, например, в науке очень активно развивается теория клеточных автоматов. Мне было тоже интересно достаточно познакомиться, что же это такое за клеточные автоматы. Оказалось, что это дискретные модели. Ну, представьте себе шахматную доску, где каждой ячейке соответствует какое-то состояние либо ноль, либо единица. Ну и, соответственно, мы с вами перемещаемся от ячейки и ячейки, пользуясь какими-то правилами. И такие клеточные автоматы могут воссоздавать, например, панцирь моллюсков, чешуйки пресмыкающихся, например, реакции Белоусова-Жаботинского. Вот, кстати, пространственно-временная структура, которую мы можем увидеть на поверхности или в различных слоях автоколебательных реакций. Есть всевозможные модели клеточных автоматов, такие как жизнь. По большому счету, казалось бы, все это создано для создания каких-то игр. Но на самом деле теория клеточных автоматов решает очень важную задачу – это алгоритмическая разрешимость. То есть можем ли, пользуясь какими-то аксиомами, воссоздать теорию, либо ответить на тот или иной вопрос, пользуясь аксиомой теории – алгоритмическая разрешимость. Двигаемся дальше. И теперь мы непосредственно переходим с вами к физике сложных систем, точнее, ее месте среди наук о сложности. И вот здесь я даю следующее определение, что физика сложных систем – это применение физических методов в изучении эволюции сложных систем, например, методов статистической физики, либо поиск физических закономерностей при описании поведения свойств сложных систем. При этом мы с вами можем изучать как сложные физические системы, как, например, это было в случае Паризи, когда он рассматривал спиновые стекла, так и сложные нефизические системы. Ну и здесь они представлены, как это было в случае климатологов Хассельмана и Манабы. Ну и другие примеры здесь тоже представлены в этом направлении. Двигаемся дальше. Примером сложных систем, как я уже, в принципе, оговаривался, можно считать, не можно, а нужно считать головной мозг. И вот здесь я привожу, почему головной мозг является уникальной сложной системой. Он состоит из десятков миллиардов нейронов, сообщающихся посредством сотни триллионов синапсов. И живая природа априори сложнее неживой природы, поэтому головной мозг как венец живой природы человека. Мы можем отнести к сложным системам. Как же изучать такие системы? Произошел какой-то сбой в работе функционирования головного мозга. Присутствует какая-то головная боль, к примеру. Если эта боль достаточно длительная, мы с вами обращаемся к врачам. И здесь я тоже рассказываю студентам, каким образом мы можем изучать головной мозг человека. Если грубо, мы можем провести трепанацию, извиняюсь за выражение, черепа, соответственно, изучить поведение головного мозга уже изнутри, если есть какие-то заболевания и причины. Ну, конечно же, мы используем неинвазивные методы. В нашем обеспечении сейчас огромное количество оборудований, которые имеются, а это и МРТ, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, электроэнцефалография, электрокортикография, магнитная энцефалография. На данный момент мы накопили огромное количество экспериментальных данных, которые мы можем с вами анализировать. Давайте использовать методы статистической физики, многие другие методы, для того, чтобы познать такую уникальную систему, как головной мозг человека. Тем более, это будет очень интересным с точки зрения решения проблем искусственного интеллекта. И вот здесь я перехожу к следующему слайду. На самом деле, это, наверное, будущее многих естественных наук, и в том числе и физики сложных систем. Это так называемый Data Science. И здесь я привожу Data Analysis, Data Mining, Big Data, а также описываю, чем занимаются данные направления. Как раз опираясь на то, что было сказано раньше, огромное количество экспериментальных данных. Давайте будем обрабатывать, выискивать физику, процессов тех сложных систем, которые мы изучаем. Здесь, среди других наук о сложности Data Science, я бы хотел, конечно же, выделить вычислительную физику. Я являюсь представителем кафедры вычислительной физики. И для того, чтобы определиться с тем, что же такое вычислительная физика, необходимо сказать, это некая научная область, в которой удивительным образом сочетаются как теоретические соотношения, так и численные алгоритмы для проведения крупномасштабных компьютерных расчетов. И если мы рассмотрим некую эволюцию вычислительной физики, то ряд ученых говорят о том, что необходимо рассматривать вычислительную физику как направление теоретической физики. Раз мы используем с вами численные эксперименты, это можно рассматривать как экспериментальную физику, но на самом деле, так как мы на данный момент обладаем уникальными данными экспериментальными, вычислительными ресурсами, это уже полностью самостоятельная область, на самом деле, это область, которая связывает теоретические исследования и экспериментальные исследования, потому что очень часто у теоретиков стоит задача, как, например, свою теорию связать с практикой, у экспериментаторов стоит задача, как описать теоретическим образом, математическим образом поведение экспериментальных данных. Ну, соответственно, Поэтому, пользуясь огромными ресурсами, которые сейчас имеются у человечества, мы можем с вами решать такие задачи. Объекты все те же самые, которые присутствуют для физических наук, модели, решения и тому подобное. Ну и необходимо сказать, что сейчас мы обладаем с вами и доступом, и возможностью работать на суперкомпьютерах, и решаем такие задачи, как моделирование землетрясения и последствия от землетрясения, например, цунами, сход снежной лавины, эпилептические приступы и так далее. И призываю слушателей, зрителей увлечься данным направлением, пользоваться результатами, которые были получены в этой области, ну и рассматривать, решать те проблемы, которые были озвучены раньше. Самое главное, что мы извлекаем при помощи всего того, что было описано, это физика процессов и явлений. Ну и наконец, переходим к следующему направлению, это те объекты, которые мы исследуем на нашей кафедре. На самом деле, каждый из представленных объектов, это целая группа лекций, которые можно давать достаточно продолжительное время. Это и исследование землетрясения, исследование солнечной активности, исследование космических объектов, например, рентгеновское излучение или радиозлучение квазаров, рентгеновское излучение микроквазаров и так далее. Здесь я еще раз повторюсь, что представил те объекты, которыми я успел позаниматься на протяжении многих лет. И многие проблемы, которые, в принципе, связаны с этими системами, они остаются открытыми. Ну, было бы время, возможности, руки студентов, которые бы помогали решать эти проблемы. Поэтому, конечно же, все объекты и результаты, которые были получены в этой области, я перечислить не смогу, поэтому назову лишь наиболее яркие какие-то результаты. Каким образом мы изучаем те объекты, которые были представлены раньше? Во-первых, мы пользуемся авторскими методами. Ну, они достаточно узкоспециализированы, поэтому рассказывать, например, о формализме функций памяти или фликер-шумовой спектроскопии здесь, наверное, научно-популярной лекции не имеет смысла. Если студенты заинтересуются, могут прийти, мы будем двигаться в этом направлении. Это общедоступные методы, например, фрактальные методы, например, расчет экспонента Херста, есть теория Хауса. Это общедоступные программные средства. Многие программные среды сейчас уже включают в свой состав, в свои процедуры, модули, известные алгоритмы, при помощи которых мы можем, опираясь на экспериментальные данные, выявлять какие-то результаты. Ну, условно говоря, мы можем простейшим образом аппроксимировать какую-то функцию. Экспериментальные данные, которые мы получаем, так, ну и переходя к методам, до экспериментальных данных, я бы хотел познакомить с следующей схемой. Здесь достаточно, наверное, плохо видно. Просто быстренько проговорить, если о том, чем мы можем заниматься при помощи, например, авторских методов или каких-то других методов. Есть сложная система, например, головной мозг. И каким образом мы можем извлечь информацию? Способы я уже назвал. И один из наиболее интересных способов – это анализ экспериментальных данных, который представлен, например, в виде временных сигналов или пространственных схем. И такие сигналы могут быть либо одиночными, и здесь мы изучаем с вами какие-то характеристики таких сигналов, они перечислены. Либо это могут быть одновременно фиксируемые сигналы, как это наблюдается в случае, например, изучения биоэлектрической активности головного мозга. Чуть позднее мы еще об этом с вами скажем. Ну и давайте вернемся. Экспериментальные данные. Когда приходят студенты, они, конечно, первый вопрос задают, где взять экспериментальные данные. На самом деле на специалистов в области вычислительной физики, а я бы хотел сказать, что это специалисты и работающие как физики-теоретики, и физики-экспериментаторы в области численных экспериментов. И на самом деле прекрасные программисты. И, конечно, должны специалисты в области вычислительной физики владеть какими-то иностранными языками для того, чтобы представлять результаты своих научных исследований. Мы входим в международное сотрудничество, в российское сотрудничество и получаем те экспериментальные данные, которые имеются. Ну и на самом деле и сами студенты могут поучаствовать в сборе таких экспериментальных данных. Мы можем, например, привлечь даже студентов имеющегося здания, в котором мы присутствуем, для того, чтобы проводить обработку, анализ каких-то социологических опросов и так далее статистическими методами. Я знаю, что сейчас многие институты занимаются какими-то междисциплинарными направлениями. Например, присутствуют лаборатории нейромаркетинга. Каким образом, например, воздействие на мозг человека мы можем с вами повлиять на, например, повышение продаж или еще что-то. Такую проблему можно рассматривать с самых разных позиций. Так вот, те, значит, проблемы, те области, которыми мы занимаемся, представлены в данной части слайда. Ну а результаты, которые мы можем получать. Во-первых, мы можем проводить, как вот в случае Хассельмана, климатические отпечатки пальцев, проводить паспортизацию или параметризацию временных сигналов. То есть выявлять какие-то паттерны, которые присущи временным сигналам. Например, в случае патологической активности головного мозга или в случае нормальной физиологической активности головного мозга. Исследовать коллективные явления эффектосинхронизации. Опять же, если говорить о головном мозге, когда электроэнцефалограмма фиксируется, например, 12-16 электродами или в случае МЭК-сигналов. Ну, у нас мы получили данные 61 сквит-датчик, а сейчас уже эти исследования проводятся несколькими сотнями сквит-датчиков. Мы наблюдаем, каким образом взаимодействуют, в том числе и в ответ на внешние раздражения, те или иные области взаимодействуют между собой. Об этом я немножко чуть позднее еще подробнее расскажу. И при помощи каких-то факторов нестационарности мы можем выявлять, прогнозировать какие-то структурные перестройки, внезапные неструктурные перестройки, которые, например, произошли в атмосфере Солнца или произошли с человеком. Ну, такие случаи достаточно часто сейчас, как вы знаете, происходят. Ну, например, внезапная остановка сердца, к сожалению, и так далее. Какие вот работы имеются в этом направлении, тоже мы можем с ними ознакомиться, занимаясь проблемой физики сложных систем. И вот некие яркие такие примеры, я не смогу привести все, это, конечно же, исследование сигналов мозга, например, исследование каких-то патологий, патологической активности, исследование эпилепсии. Что такое эпилепсия? Ну, в принципе, люди знают. Я бы хотел дополнить, что эпилепсия – одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний. То есть достаточно много людей, которые страдают эпилепсией или эпилептическими приступами в том числе. И возникает задача, как же диагностировать, например, эпилепсию физическими методами. Но опять же мы можем опираться на экспериментальные данные. И вот здесь я сознательно привожу, что если у человека случился эпилептический приступ, то на электроэнцефалограмме это наблюдается в виде пика волны, то есть характерное такое поведение. А мы даже в своих исследованиях пошли дальше и исследовали интерректальные, межприступные электроэнцефалограммы. Я показываю, что в принципе для здорового человека и для пациента без приступов эти сигналы идентичны. И у врачей стоит задача, как же различить вот эти сигналы, которые выступают, проступают, присутствуют на экране, для того, чтобы диагностировать, например, эпилепсию. Ну или в самом начальном этапе, если это, конечно, уже не обнаруженный диагноз. И здесь я хотел бы еще озвучить такой интересный пример. Мы в своих работах позанимались также изучением магниты энцефалографических сигналов. Проблема, которая стояла, можем ли мы различить или диагностировать, изучить сигналы при фоточувствительной эпилепсии, а это эпилепсия, которая вызывается, или светочувствительная эпилепсия, эпилепсия, которая вызывается светом. Эпилептические приступы могут вызываться и другими какими-то факторами. И почему здесь возник интерес? Данные, которые мы получили, пришли из Японии. Здесь представлен, наверное, известный нынешней молодежи мультипликационный фильм. Это про покемонов и известный персонаж Пикачу. И оказалось, что в начале 21 века, это где-то 99-й год, 2000-й год, 2001-й год, 2000-й год, это первая работа, датируется этим периодом в этой области, оказалось, что после просмотра одной серии японские ребятишки вдруг забились в эпилептических приступах. Ну, сначала несколько десятков, потом несколько сотен. И первоначально причину в этом обнаружить не могли. И оказалось, что после, ну, когда уже дошло дело до взрослых людей, оказалось, что после просмотра определенной серии, мультипликационной серии, оказалось, и мы в своей работе тоже это показываем, что для фоточувитной эпилепсии наиболее опасным является сочетание голубого цвета и красного цвета. А мультики японские очень красочные. И здесь у нас было сочетание земли, неба, там, еще чего-то, каких-то взрывов. Это как раз и спровоцировало эпилептические приступы. Причем для детей достаточно одной частоты, достаточно маленькой, для взрослых больше частоты. Там порядка 8 Гц, 12 Гц в литературе приводится. Ну, для таких детей, на самом деле, опасны даже дискотеки, видеоигры. И после этого стали масштабно собираться экспериментальные данные. Мы получили в свои руки, благодаря международному сотрудничеству, с нашим коллегой Джой Дипом Батачари. Сейчас он уже работает в Великобритании. Это департамент психологии, является директором лаборатории электроэнцефалографии. И, в принципе, в ходе сотрудничества у нас есть совместные работы. Мы получаем такие данные. И мы получили магнитно-энцефалографические данные. Они фиксируются при помощи 61-го сквит-датчика. Причем используется технология сверхпроводящей квантовой интерференционной датчики. Поэтому достаточно такая массивная установка. Но раз это фоточетвитная эпилепсия, должна присутствовать подача света. И вот такие экспериментальные данные уникальные мы получили в свои руки. А сейчас мы обладаем огромным количеством экспериментальных данных в данной области, в этой области. И, по большому счету, даже есть желание создать некую физику мозга, то есть описывающую те или иные заболевания, те или иные проблемы. И те результаты, которые мы получили в данной области, это исследование эффектов памяти. То есть мы рассматривали, как меняются эффекты статистической памяти между различными областями для здоровых людей, для людей с эпилепсией или фоточетвитной эпилепсией, структуру фазовых портретов, фрактальные особенности, эффекты синхронизации. Вот здесь, кстати, достаточно просто. К сожалению, не картинка из уже опубликованной статьи, не в цвете, приводится, как меняется достаточно проста она в понимании, поэтому я на ней останавливаюсь. Как меняется синхронизация в случае здоровых людей. Действительно, мы видим вот эти повторяющиеся структуры и в случае пациента с фоточетвитной эпилепсией. Мы выявили, кстати, наиболее информационно значимые МЭК-сигналы для данного заболевания. Ну и появилась целая серия работ в этой области. Мы потихонечку уже переходим к следующим экспериментальным данным. И занимаемся их изучением. Так как я перейду к следующему слайду, я бы хотел еще здесь оговориться следующее, рассказать о следующем. Какие экспериментальные данные мы обрабатываем на данный момент. Это, например, данные исследования психиатрических различных расстройств. На самом деле, когда мы занялись этой проблемой, вышли статьи в достаточно престижных журналах, существовала дилемма, проблема, как психиатры могут из электроэнцефалограмм, например, найти различия у детишек, которые склонны, например, к шизофрении, и которые не будут в будущем страдать шизофренией. Нам удалось решить вместе с врачами данную задачу. И наши результаты прошли апробацию, точнее, валидацию, проверку. То есть мы предложили свои критерии, и некоторые открытые вопросы в этой области еще сохранились. Но на самом деле мы, я думаю, продолжим исследование данных проблем. И сейчас мы перешли, например, к экспериментальным данным электроэнцефалограммы, которые фиксируются при поведении людей при решении различных творческих задач. Это когнитивные данные. То есть фиксируются электроэнцефалограммы, например, у магистров в области искусств, у немагистров, простых смертных людей, и фиксируются различные задачи. Например, для художников мы смотрим контрольный сигнал на белую стену, фиксируем электроэнцефалограммы, мы смотрим на картину, воссоздаем ее в голове, например, то же самое мы можем для музыкантов, и такие экспериментальные данные у нас присутствуют. Я бы хотел здесь озвучить, что такие работы уже вошли, например, в бакалаврские работы, и, например, один из моих студентов, Валентин Юнусов, в прошлом году зачастил на отлично работу в этом направлении. Его работа была отмечена как одна из наиболее лучших работ, и сейчас он уже фактически, ну вот сейчас в скопусе у него свечиваются 4 статьи, на самом деле уже приняты у него около 10-11 статьи, и в ближайшее время они также будут обозначены в скопусе и частично в Web of Science. И надеюсь, мы продолжим работать в этом направлении. Двигаемся дальше. Очень интересным оказались работы, результаты, которые мы получили при исследовании эпидемий. И вот здесь я привожу картинку, которая освещает наиболее крупные пандемии и эпидемии. Все мы находимся сейчас в некотором стрессовом состоянии за счет распространения коронавирусной инфекции. Дай бог нам всем здоровья, конечно, и нашим родителям в этом отношении. И вот в далеком 2003 году, когда еще не было никакой коронавирусной инфекции, ну или мы не знали, что это коронавирусная инфекция, я получил в свои руки данные от студентов, от своих родителей через каналы свои. Они смогли получить данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в двух районах, в промышленном и непромышленном городе Казани. И вот эти данные мы проанализировали. Получили, ну здесь, например, ОРВИ для одного из районов города Казани. Получили самые разные результаты изучения фрактальных особенностей. И вот здесь уже, кстати, с Булат Наиличем мы получили локальное поведение экспонента Херста. Это работы 2003 года и 2005 года. Это прогнозирование таких процессов, как ОРВИ, ОРЗ и гриппа. Получили некоторые результаты и выводы сделали в этой части. Опять же, если будет интересно, вы можете обратиться либо к работам, которые обубликованы в голландском журнале «Физика Эй», либо непосредственно ко мне. И удачно сложилась ситуация. В 2003 году работа вышла, и в 2003 году случился птичий грипп. Удачно, наверное, для работы в этом смысле. То, что на работу стали очень активно ссылаться, как я сейчас отслеживаю. А вообще сейчас известно около 200 видов респираторных вирусов, огромное число, около 2000 вариантов вируса гриппа. То есть, возвращаясь к предыдущему слайду, вы видите, что, конечно же, были заболевания, которые намного сложнее, чем грипп. Но и грипп приносит свои очень серьезные результаты по увеличению смертности. И в этом направлении, конечно же, ведутся активные работы. И сейчас даже те журналы, которые платно принимают какие-то статьи, они выдвинули такие условия, как бесплатное публикование статей по коронавирусной инфекции, по обработке данных в том числе. То есть следующее – это не живая природа, это изучение космоса, как я уже сказал, это изучение солнечной активности. Неким эталонным в этом отношении является сигнал по числам Вольфа. То есть фиксируются уже несколько сотен лет данные. И фактически, пользуясь своей методикой, вы можете проверить, спрогнозировать солнечную активность, получается у вас это или нет, как работают ваши методы. И вот здесь мы тоже смогли отследить эффекты синхронизации между корональными выбросами в определенной частоте, в определенной полосе, то есть свет с определенной длиной волны или частотой, и между числами Вольфа. То есть какая связь существовала, эффекты синхронизации, коллективные явления, которые происходят в разных слоях атмосферы Солнца. Ну и, наконец, поставить некие прогнозы. Но здесь речь идет о прогнозах резких изменений в различных слоях атмосферы Солнца. Возвращаемся к слайду, который был уже представлен. Это те объекты, которыми я успел позаниматься, или позанимались сотрудники кафедры, которые работали в этом направлении. Вот в частности, например, землетрясения, взрывы. Непосредственно я в этих работах не участвовал, но у нас имеются работы, где представлены, например, различия между землетрясениями и техногенными взрывами. Можем ли мы физическими методами различать вот эти вот события? К нам обратились в свое время турки, и данная задача была решена. Более того, в этой работе было отражено, что, в принципе, те процессы, которые связаны с внезапными перестройками в Земле, и которые потом проявляются в виде землетрясения, и те процессы, которые, например, происходят в физических системах, в стеклах, мы можем найти некие общие закономерности, которыми мы можем описывать такие события. Ну и переходя уже к завершению, я так понимаю, время уже у нас потихонечку истекает. Переходя к завершению своей лекции, я бы хотел рассказать о некотором будущем физике сложных систем, науке о сложности, а это использование для тех самых наук о данных, data science и тех самых данных, о которых я рассказывал, методов машинного обучения, методов нейронных сетей. И здесь, конечно же, первое, что мы с вами вспоминаем, это искусственный интеллект. И как же сформулировать, что же такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это то, точнее, как научить машину думать и действовать как человек. Вот ответ на этот вопрос, соответственно, это то, что лежит в основе искусственного интеллекта. А если рассказать об искусственном интеллекте достаточно общими фразами, то здесь мы с вами выделяем те подходы, которые сейчас используются при решении проблем искусственного интеллекта. Это кибернетика черного ящика и технические подходы, которые в этом направлении присутствуют. То есть, каким образом мы можем заставить машину действовать как человек. И другое направление – это нейрокибернетика. То есть, каким образом знания в живой природе нам могут помочь для того, чтобы воссоздать, например, или создать экспертную систему или систему поддержки принятия решений. Задачи, решаемые искусственным интеллектом, самые разнообразные. Сейчас уже есть понятие машинное обучение, глубокое машинное обучение. Например, синтез речи, распознание речи, распознание образов, компьютерное зрение мы можем относить к глубокому машинному обучению. Ну и здесь известный персонаж Вали, известный всем, и достаточно трогательный персонаж. Немножечко о нейронных сетях. Здесь мы видим с вами естественный нейрон. И вспоминая учебники биологии, мы представляем себе, что нейрон состоит из центрального тела, ядра, дендридов, аксонов, синопсов. И, в принципе, внизу вы видите уже первую нейронную сеть, или первые нейроны, которые были построены роземблатом, и получили название перцептрон, или перцептрон роземблата. Ну и, в принципе, давайте, если двигаемся справа, у нас имеются некоторые, значит, отростки от одного нейрона, которые переходят уже к аксону другого нейрона. И вот здесь то же самое. Имеются входные каналы, имеются ассоциативные элементы. Ну вот, проводите аналогию. И имеется некий выходной канал. В данном случае мы можем ответить это как реакция, например, некоторого нейрона, например, двигательного нейрона на какое-то внешнее воздействие. И в чем уникальность данной работы? По большому счету, роземблат – это ученый, который стоял у истоков создания первого нейрокомпьютера, там название Марк у нейрокомпьютеров. А сейчас вы знаете, нейрокомпьютеры – это некое такое уникальное направление в области искусственного интеллекта. Здесь вот представлена, например, схема нейронной сети. Имеются входные каналы, имеются скрытые каналы, выходные каналы. Ну и все это пересечено вот таким образом. На самом деле здесь у нас прямые связи, могут быть обратные связи, латентные связи, работаем мы в цикле и тому подобное. А задача, которая решается нейронными сетями, задачи очень разнообразны. Это и прогнозирование, и принятие решений, и так далее, и анализ данных. Ну и схема, представляющая работу нейронной сети, классическая схема, она приведена в правой части презентации. По большому счету, когда мы рассказываем о нейронных сетях, в данном случае мы можем с вами отраздействить нейронные сети, наверное, с ребенком, который познает окружающий мир первоначально и пытается различить лицо мамы, узнать ее голос. Ну, соответственным образом, мы можем таким же образом представить искусственные нейронные сети, которые мы создаем для того, чтобы различить какой-то голос, синтезировать голос, распознать кого-то. Задачи, решаемые нейронными сетями, машинным обучением, крайне разнообразны. И, конечно же, физика сложных систем, науки о сложности, Data Science получат и уже получают значительный прогресс за счет именно машинного обучения нейронных сетей. То есть, если отслезить научные работы, то сейчас уже те ученые, которые решали те или иные задачи, активно привлекают подобные методы для того, чтобы, может быть, решать либо те же задачи, либо двигаться уже на качественно новый уровень в решении подобных задач. И в заключение я бы хотел сказать, что изучение сложных систем важно не только с точки зрения науки, но и с точки зрения развития техники и технологий. И здесь необходимо упомянуть четвертую промышленную революцию. Четвертая промышленная революция, в которую мы вступаем с вами, ну и, надеюсь, достаточно быстро мы это осуществим, она будет характеризоваться массовым внедрением киберфизических систем в быт, в досуг, в производство, в науку, в различные сферы человеческой жизни. Киберфизические системы — это интеграция вычислительных ресурсов в физические сущности любого вида. И, конечно же, по большому счету, те знания, которые были накоплены в физике сложных систем, науке о сложности, о сложных системах, они будут иметь первостепенное значение для того, чтобы встроить в них уже вычислительные ресурсы и создать киберфизические системы. А все, что на слуху, у такого направления подготовки нашего студента, как инноватика, и, в принципе, у нас присутствует направление, как инноватика, в сфере высоких технологий, здесь представлено, это все как раз составляет основу четвертой промышленной революции. 3D-печать, интернет-вещей, компьютерное моделирование, автономные роботы, виртуальная дополненная реальность, big data или большие данные, это информационная безопасность и так далее, в принципе. Все это ключевые векторы четвертой промышленной революции. Как же мы можем, наверное, поучаствовать, используя наши методы? Как мы можем, какое доброе дело мы можем сделать для развития четвертой промышленной революции? Наверное, мы можем потрудиться и создать некий программно-аналитический комплекс. Следует сказать, что первые экспертные системы, они как раз использовались и создавались для того, чтобы диагностировать те или иные заболевания. мы можем создать программно-аналитический комплекс, в который мы загружаем экспериментальные данные, получаем некую коллекцию, проводим какие-то расчеты, анализируем, создаем базу знаний. Ну и самая главная задача, которая решается, ну, например, можем ли мы создать автоматизированную систему для того, чтобы обнаружить, диагностировать какое-то заболевание или спрогнозировать какое-то заболевание, если мы говорим об живой природе. или, например, какие-то резкие изменения, которые происходят в неживой природе. И завершающие слайды. Если лекция вам была полезной, интересной, призываю наиболее талантливых, выдающихся, заинтересованных студентов прийти на кафедру учислительной физики для того, чтобы писать свои бакалаврские работы, для того, чтобы писать свои магистрские работы, может быть, поступить в аспирантуру. Контактная информация представлена на данном слайде. Призываю также студентов, будущих, точнее, абитуриентов, будущих выпускников, старшеклассников поступить на различные направления подготовки Института физики Казанского федерального университета. Контактная информация представлена на данном слайде. Наша кафедра активно взаимодействует и с физиками, и с биотехнологами, и с нанотехнологами, и с инноватиками, и с другими направлениями подготовки. И здесь я бы хотел отметить, что ближайший день открытых дверей в Институте физики состоится 26 марта. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте, либо в социальных сетях Института физики, либо непосредственно обратиться в деканат и выяснить все интересующие вопросы. И, соответственно, перед тем, как сказать спасибо за внимание, я бы хотел акцентировать следующее внимание, что лекция была построена следующим образом, повторится, да, во-первых, мы рассмотрели эволюцию наук о сложности, свойства сложных систем мы рассмотрели, и в завершении методы, которые нам позволяют изучать сложные системы. Ориентирована была лекция на молодых ученых, на будущих наших студентов, нынешних студентов, и я бы хотел отметить, что отдельные слайды, объекты, которые были представлены, они требуют, конечно же, целого курса лекций для изучения. И призываю еще раз наиболее заинтересованных студентов приходить в Институт физики для того, чтобы решать накопившиеся проблемы, потому что физически у руководителей ваших, у преподавателей нашей кафедры может не хватать времени для того, чтобы заняться анализом всех данных. Ну и, конечно, спасибо за внимание. Надеюсь, лекция была интересной и доступной и полезной. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok